Научиться считать в уме сотни, тысячи и десятки тысяч легче, чем кажется. Это сегодня подтвердили участники первой всеукраинской олимпиады по ментальной арифметике «Дети будущего». В Бравары под Киевом съехались 500 детей со всех уголков Украины. Побывала там и Павлина Василенко. У них на столах счеты и больше ничего. Так тоже можно решать сложные задачи, говорит Лера из Чернигова. Ментальной арифметикой занимается всего 4 месяца, но уже есть первые результаты. Я буду считать однозначные, двузначные, трехзначные в уме и четырехзначные на счетах. Проводили специальный отборочный тур и только самые лучшие попали на олимпиаду. Я и Артем. Лиза и Александр на олимпиаду приехали из Краматорска. На простом примере показывают, как сложить двузначные числа. 76. Плюс 2. Плюс 45. Плюс 50. 162. Правильно. Конечно же, мы очень хотим занять призовое место, но также все, мне кажется, понимают, что очень сильная конкуренция, потому что из других городов приезжают тоже сильные дети, которые очень хорошо считают. Я стала намного быстрее делать домашние задания. У меня стало лучше получаться, лучше математика. Детей на олимпиаде разделили по возрасту и уровням сложности заданий. Младшим по 4 года, самым старшим по 16 лет. Ментальная арифметика или, попросту говоря, устный счет с помощью специальных счетов Абакус пришла к нам из Азии. В Китае и Японии эта методика даже входит в школьную программу. Если тренироваться постоянно, то скорость обработки информации повышается. Складывают ребята однозначные, двузначные, трехзначные, четырехзначные и пятизначные числа. Самая маленькая скорость, с которой справляется ребенок, это 0,6 секунды между действиями. Наша основная цель и задача – это скорость восприятия и обработки информации. Не важно, кто ребенок, гуманитарий или технарь. Развиваются два полушария гармонично. И, соответственно, у гуманитария через какое-то время хорошо будут математические способности развиваться, у технаря гуманитарные науки будут идти. Олимпиады по ментальной арифметике «Дети будущего» отныне будут проводиться каждый год. В планах организовать подобные состязания и для взрослых. Павлина Василенко, Павел Лысенко. Подробности – телеканал Интер.